Как оно называется? Вот это вот дерево мне очень нравится. Вот название его не знаю. У него такие блестящие листья. Смотрите. Как будто их маслом помазали. И оно бывает большое. Сегодня в парке народу больше. И спортсменов больше, и просто гуляющих больше. И ворон больше. Вот оно еще, это дерево. Что, он спрятаться можно внизу? Фиг тебя найдешь. Мы опять по этой дорожке идем. Все заглядывают в коляску. Потому что двойняшки. Интересно людям. Но вот так вот, чтобы открывать, трогать, детей такого нет. Летом здесь будет красота. Вот это вот все, когда зеленью покроется. Это арка. Будет вот так вот зеленая арка. Очень красиво бывает. Классно. В воздухе. В воздухе пахнет прям зеленью. Я наконец-то сынулю уложила в коляску. Он все время хочет на руках. На улице хочется ему быть на руках, все разглядывать. Я не могу его таскать. Он тяжелый мальчик уже. Таимая спина. Вот здесь один из выходов. Такая модная бабуля. Охрана. Здесь очень много охраны. В прошлый раз, когда мы здесь гуляли, вот в этом месте именно был сильный ветер. Здесь невозможно было погулять. Ай, собачка отдыхает. Собачка. Цветы высажены везде. Красота. Культур-парк из мира. Вот этот парк называется культур-парк. Интересно, а что там внутри? Я даже не знаю. В ту сторону даже и не ходила. Вот здесь вот мы были со Светой. Выставка картин была. Исторический музей написано. Небо очень красивое. Пойдем-ка с ту сторону. Там никогда не была. Может, что-нибудь интересное есть? Бабуля мотнявая. Бордовые лосины под кожу. Это панчо, да, называется? Вот эта накидка бордовая. Цветы какие красивые. Какие красивые. Боже. Цвет просто такой роскошный. Такое же дерево нет? Да. Только у него листья помельче. Да. Там дальше было побольше. Идем вот так. Там даже. Вот так, по идее, я в ту сторону никогда не ходила. Оттуда завернем туда. Я надеюсь, есть поворот. Так. Моя музыка будет мешать, да? А я все равно сейчас закругляюсь. Мы все еще в парке. Все еще гуляем. Погода все еще прекрасна. Хотела показать. Смотрите, да, еще февраль месяц. А уже, уже вот ни одному листочку на дереве, но полно цветочков. Интересная ведь природа, да? Зелень еще не распустилась. А цветочки, вот они. Как пахнет. И еще мне в этом парке нравятся вот такие вот. Вот это вот зелень. Что это за трава, листья? Непонятно. На плющ похоже. Конечно, это не плющ. Я не знаю, что это. Она везде вот так вот посажена. Смотрится просто суперски. Как будто ты в тропиках где-то. Зуля! Зу-миля! Что, меня снимали? Конечно. Зачем? Твои зрители опять говорили, какая-нибудь нормальная. Какая ты хорошая, чтобы сказали. Я пусть танцевать опять. Давай. Зелень пока... Так много зелени здесь. Глубоко. Не, не глубокая, так кажется. Не глубокая? А, вот. Мне тоже, сперва, показалось глубоко, как будто посажена. Это вышка, с которой Зуля прыгала. Вон, самый-самый-самый-самый верхний-верхний-верхний-верхний-верхний. Пока летела, тапочку тоже потеряла. Или что, у меня босоножка была. Не помню. И приземлилась на больную ногу. Я что снимала? Смотри, дерево, листочков еще нет, а уже все цветочки распустились. И там пахнет. 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 А, ёпо, боль. Пусть мы тримите. Скоречник? Да. Маленький такой, да. мои хорошие, вы знаете мы в парке уже часа три и вот эти вот все три часа мои дети спят вот сейчас доча проснулась она все время спала, доча проснулась я ее покормила и Золя пошла прогуляться с ней а так вот три часа подряд ребенок спал это знаете, очень редко у меня бывает чтобы дочь днем спала три часа подряд все-таки на свежем воздухе конечно сон это совершенно другое совершенно другое никакой шум им не мешает не то, что там где-то машина проехала что-то колесо где-то лопнуло кто-то мимо пробежал ничего абсолютно не мешает там даже если коляска трясется, ничего не мешает они спят, пошла просто сейчас я кормлю сына вот он тоже спит я не знаю, видно, не видно наверное, не видно он спит и я кормлю его классно просто надо почаще выбираться я каждый раз говорю но каждый день пока не получается через день через день мы в этот парк уже выбираемся закрываем пока мы гуляли в парке уже стемнело посмотрите, да? а, местные кошки котейки один там следом еще один идет не прячься, кися прячется уже лампочки включились а дети все еще спят ой, коляска а воронок как каркалит таки каркалит спортсмены вышли мы из парка идем по району Алсанджак я, по-моему, его снимала 150 раз идем хотим сесть где-нибудь в кафе но кафе чтобы было не уличное а в помещении потому что уже прохладно пока не нашли такого места потому что наша коляска тоже, знаете не в каждую дверь пролезет не между всеми столами проедет раз, а, там наверное мы ждем нам деваться некуда это жилой район здесь вокруг дома, 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 дома и на первых этажах как принято везде магазины все под коммерцию у нас в Дагестане то же самое там зульчик в сторону моря мы направляемся получается и чем дальше идешь тем холоднее так вот здесь вот выпечка но место маленькое еще в чем сложность найти место сесть в Турции потому что везде курят налево пойдем мы мы пойдем налево не говорим подожди подожди красный мы прошли мимо всех кафе которые по этой улице и знаете ни в одну с нашей коляской не влезть там куча кафешек и все сидят на улице такие узкие узкие места столики друг с другом прям в облипочку но у нас есть еще возле моря заведение возле моря что-то там же есть вот так вдоль моря тоже кафе-кафе-кафе а мы лично мы сразу сидели где мы сидели? где мы сидели? тоже надо с Анжелика вы что-то же где мы сидели? а что мы ели? мы ели я не помню в итоге сели мы в уличный ресторан на улице сели хороший только ресторанчик сейчас все получится я вам сниму здесь полно народу на улице я и моя коляска народу много и за сосредним столом еще сидят наши русскоязычные девочки красивые красивые сразу видно даже не услышав русскую речь ты знаешь что это наши девочки даже в этом районе в Алсанжаке наши девочки все равно отвечают вот заказали мы пицца вот обычная и хотела показать вообще вообще отличается в корне от пиццы которую которой мы например привыкли ну вообще такое ощущение не ощущение а так и есть вот грибы например они как будто сырые это второй раз я заказываю пиццу в заведениях второй раз я вижу то же самое я думала в прошлый раз это просто было не дожарено но видимо здесь такая пицца у Зули морепродукты она выглядит нормально кстати вот заведение вот все так светится красиво поужинали топаем теперь вдоль моря это наша площадь такс 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 море очень вкусно пахнет море доча проснулась а то все время спит да спит проснулась смотрит по сторонам что там паром мы сейчас направляемся в какоми кафе посидеть чай попить со сладостями потому что мы поели но чай не попили отеля гляди а ну и и вот и 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